Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, в эфире программа Слушайте доктора У микрофона сегодня работает Светлана Занько А напротив меня главный врач клиники Возрождения Гульнара Касимова Гульнара Шахвалевна, добрый день Добрый день Вот мы с вами и добрались до насморка Кто бы мог подумать, что мы доберемся до этого в апреле месяца Однако, я сужу по нашему офису Насморк в полную мощь захватывает просто моих сотрудников И он какой-то разный, и такой затяжной И люди жалуются на то, что погода неустойчивая И где-то сквозняки И то снег, то дождь, то солнце И кажется, что насморк это дело такое зимнее, больше простудное На втором месте, когда ты думаешь о насморке, ты думаешь об аллергическом Однако, вот весна, мне кажется, это самое такое время разгульное для разных видов абсолютно насморка И давайте разберем, что же у нас происходит с носоглоткой Какие сложности у людей наиболее часто встречаются И как клиника возрождения может им помочь решить эти проблемы Ну, на самом деле, очень серьезный, на самом деле, хронический насморк Ну, что-то такое, хронический насморк Но на самом деле, тот, кто не мучается этим, он не знает этого А ведь нарушение носового дыхания, это, в принципе, нарушение поступления кислорода И в головной мозг, и в другие органы И, естественно, когда человек в хроническом состоянии в таком живет То у него, естественно, нарушаются и, в принципе, на будущее Это какие-то хронические заболевания других органов идет Это же, кстати, артериальное давление повышается Или там, вот ВСД наши любимые Головные боли какие-то непонятные А на самом деле это может быть, в принципе, хронический насморк Если говорить о природе хронического насморка То здесь, на самом деле, близко к этому подошли китайские Как бы китайская медицина, когда она взаимосвязывает органы В общем, нос, да, систью носа и пазухи с работой внутренних органов То есть, на самом деле, это могут быть проблемы толстого, тонкого кишечника Да, и загрязнение, зашлакованность И человек, просто организм таким образом поступает Что он пытается через нос выделениями избавляться от токсических веществ Точно так же, кстати, очень замечена интересная взаимосвязь Хронического насморка с простатитами Кто бы мог подумать Да, кто бы мог подумать Но, на самом деле, в ортодоксальной медицине этому не учат А вот все направления по китайской медицине Да, они вот эту взаимосвязь делают И когда ты начинаешь с пациентом даже об этом говорить И начинаешь лечить внутренние органы То у него начинается в каком-то момент улучшаться носовое дыхание Вот вам одна из причин То есть, это очень важно Знать взаимосвязь с внутренними органами То есть, когда мы говорим, у тебя насморк На самом деле, можно иметь в виду огромное количество различных заболеваний Конечно, особенно, кстати, вы коснулись аллергического насморка Особенно у детей То есть, когда с ребёнком просто занимаешься И даже просто обследуешь ребёнка на паразитов То есть, ну, эти же, ну, не секрет, что, к сожалению, дети всё берут в рот И тут, как бы, очень редко кто сдаёт кал на яйца глист И вообще смотришь, что с кишечником ребёнка Но иногда просто противопаразитарку пропить Посадить там на отруби, на рекицен Поправить питание И носовое дыхание, аллергическая реакция куда-то уходит Да просто банально угольные таблетки иногда пьют, да? То есть, и всё Но для этого надо знать всё-таки причину Да, причину, конечно, это устанавливают лор, аллергологи Вот Но вот что хронический насморк? Второй момент очень серьёзный Это то, что делают пациенты И, кстати, что запрещено сейчас в Европе И не идёт в стандартах ни в Соединённых Штатах, ни в Европе Это сосудосуживающие капли Там просто так ты их не купишь Всё, они запрещены, потому что Наконец-то, ну, в общем-то, врачи договорили до того Что, ну, давайте всё, прекращаем эти капли продавать Потому что идёт атрофия слизистая Атрофия слизистая происходит И всё, и ты хроник, хронический насморк тебе обеспечен уже Вот У нас, к сожалению, до сих пор это в свободной продаже И это самые дешёвые лекарства, на самом деле Да, это ведь не от дешевизны Зависит от того, что пациент решает Свою проблему таким образом Всю секунду освобождает нос Да, ему вот надо это, и он сделал Он покапал и пошёл дальше С этим можно заметить Особенно Юго-Восточную Азию Когда нам показывают по телевизору Или где-то ты путешествуешь Наверное, японцев половина уже в масках ходит То есть одна из самых таких аллергичных наций Ну, я предполагаю, что слишком много всего искусственного там То есть человек всё равно реагирует Аллергической реакцией на искусственные То есть ненатуральные Поэтому платим за какие-то моменты цивилизации Мы платим своим здоровьем То есть сам организм перестаёт исполнять свои функции И бороться, да Нет, в аллергии в данном случае Просто постоянное вот это взаимодействие с аллергеном Он постоянно травит, травит, травит Иммунную систему организма И гиперреакция идёт иммунной системе Это не есть хорошо И, кстати, такая иммунная реакция В конечном счёте в аутоиммунную может перевести И поэтому тоже ничего хорошего Вот Но смысл-то в том, что надо каким-то образом Помогать человеку С такими вещами Потому что это длится годами и десятилетиями Ну вот мы уже вчера с доктором нашим поговорили Десятый год мы делаем в нашей клинике При вазомоторных ренитах Вот при хронических насморке Мы делаем вазотомию Суть её заключается в том Что прижигаются сосудики подслизистые Которые чрезмерно разрастаются И нарушают носовое дыхание А их разрастание происходит именно когда запущен уже насморк Да, это хроническое Когда разрастается вот эта гипертрофия такая Идет нижних носовых раковин Вот в этом месте как раз операцию проводит лор Но это очень доступное место Да, то есть лазер прекрасно туда проходит Без анестезии Не, анестезия местная Это абсолютно настолько такая рядовая операция Настолько вот даже, ну как-то сложной операцией назвать То есть такая коррекция хорошая идёт Что даёт удаление вот этих разрушающих сосудов? Освобождение носового дыхания Человек перестаёт пользоваться каплями Но всё равно вот все рекомендации Все как бы проценты выздоровления И вообще-то показания, противопоказания Всё равно лор-врач определяет У нас доктор с 25-летним стажем операционным То есть он не просто как бы врач лор Который сидел на приёме всю жизнь А она оперировала всю жизнь И понятно, что тут надо ещё и вот такой опыт иметь Чтобы понимать Вот ты в этом случае поможешь человеку Или у тебя не будет такой процент хорошего выздоровления Ну вот это всё, конечно, только после осмотра Вот, но опять-таки Если бы не помогало, мы бы и не делали А на самом деле операций таких много Я так чувствую, что вот сейчас весной опять пойдёт Потому что идёт обострение, правильно вы говорите Опять пойдут сейчас пациенты Прямо вот сезонно к нам ходят пациенты Вот с какими-то определёнными проблемами А как долго длится такая процедура? Сколько повторений может быть? И возвращается ли потом вот эта история С разрастающимися сосудами? Разрастаться может в связи с аллергическими Вот я себе говорила, не устраняется аллергический компонент Я согласна, что может вернуться Может быть, да Вот в целом литературе указано от 1 до 3 Но я думаю, что наш доктор От 1 до 3 сеанса? Да, от 1 до 2 И сказать 100%, что он не вернётся Мы, конечно, тоже не будем говорить Вообще, мне кажется, 100% излечения Но я не знаю Только аппендицит если удалить Это будет 100% излечение Поэтому как-то вот всё равно Это, ещё раз говорю, это всё-таки прерогатива врача А вот сама процедура удаления, прижигания этих сосудов Как правильно выразится? Она абсолютно бескровная Она бескровная? Абсолютно бескровная И есть ли какой-то период адаптации? Ну, конечно, будет Но в любом случае доктор скажет, что недельки-две не стоит заниматься спортом И в бассейн ходить, и в бане, сауны То есть какие-то ограничения будут Но на самом деле никто не берёт больничный лист Это можно сделать Вот сходили на обед И вышли на работу после обеда То есть это такая рядовая, абсолютно амбулаторная Сложно назвать даже операция, коррекция, так скажем Поэтому может быть жаль, что просто пациенты не знают, что можно так помочь И капли, капли, капли Кстати, потом после капли, не, и на гормоны переходят Не только сосудосуживающие У нас сейчас и гормонов много Ну, вот это тоже в процесс никуда идёт, к сожалению Основные причины самого ренита И чем, например, ренит отличается от тензелита? Ой, ну ренит это... Как бы разобраться во всех этих... Ренит это нос, а тензелит это нёбные миндалины Тоже, кстати, вторая такая серьёзная тема Ну, почему? Потому что живём мы в Кировской области Потому что это север, да, то есть это как бы... Очень много зимы, очень много тяжёлого... Тяжёлой осенью и весны Вот про весну я даже больше скажу, да, тяжелее она для пациентов И у нас чаще всего то, что путают тензелит с ангинами Он говорит, ой, у меня ангина Вообще, конечно, ангина переболевает раз и навсегда, один раз только Это инфекционное заболевание Стрептокогемолитические А всё остальное, к сожалению, мы уже даём обострение хронического тензелита И такая штука очень неприятная, потому что она даёт интоксикацию Она даёт повышение температуры, да, там без антибиотиков никуда То есть и это вот по 3-4 раза в год это очень тяжело Но если говорить про лазерные коррекции То мы, конечно, таких пациентов не можем брать на лазерную коррекцию Есть такая операция тонзилотомия, называется лакунотомия Чем она хороша? Это как раз те пациенты, которые не болеют и не дают интоксикационный синдром У них нет осложнений там на сердце, почке Потому что к этому времени уже тонзилотомия То есть когда вообще миндалины удаляются А это когда образуются гнойные пробки Вот миндалина вся такая вот крупная Она с рубцовыми уже такими изменениями Там такие противные белые шарики Белые, но желтоватые И вот если понюхать вот эту вот пробку Ужасный запах Да, ужасный запах И пациенты это знают, они очень стесняются этого И часто ты видишь жвачки, да, вот Ну то есть брызгалки в рот А в принципе, как можно эту проблему решить? Просто лазерами расширяется вот эта лакуна И разрушается она И не дают возможности в этой лакуне вот этим лимфоцитам В принципе, что такое гной и что такое пробка? Это мёртвые лимфоциты Которые борются с микробами Да, они борются И поэтому ведь до сих пор вот как бы Ну сейчас большинство всё-таки не удаляют миндалины Но вот страх бывает тот, что идёт аутоиммунный процесс на сердце На суставы и на почки И вот если там вот это пойдёт, то это и ребёнку удалят уже Я помню из своего детства самый большой страх был, что тебе либо аденоиды удалят, либо гланды вырежут У меня такой же, потому что я как раз лежала в стационаре в 14 лет И, честно говоря, меня мама отбила, хотя у меня было осложнение на сердце Я очень долго наблюдала Из-за тензелита, да? Да, я спортом занималась, конькобежный И 41 тогда градус у меня было соревнований сняли И на три месяца в стационаре Вот тензелит мне очень знаком Очень такая моя тема Я, в принципе, про себя могу рассказать Потому что я вижу, что таких-то людей много Ну, судя по тому, что говорят нам интернет 10% населения Европы и России страдает Ой, я думаю, что в Кирове больше Вот процентов 30 мы не ошибёмся Потому что, ну, правда, мы живём не очень таком Холодно у нас, холодно и сыро Вот это мы получаем И, ну, иммунитет, да, ещё сниженный Солнца не видим, радости нет Вот, поэтому, нет, это наша проблема Но и решить-то её тоже можно бескровно Амбулаторно Это настолько малоинвазивные вмешательства При этом, если мы говорим о лазерном лечении При этом сами миндалины остаются у человека И они продолжают функционировать Да, потому что, в принципе, таким пациентам У которых нет такого выраженного интоксикционного синдрома Таким пациентам достаточно вот этой Насчёт того, будет ли 1-2 Тут тоже надо посмотреть Потому что кому-то и одного раза хватает Да, и у него хорошо вот как бы разрушается Ну, очень сложно, кстати, подойти к нижнему полюсу миндалины Потому что есть ещё понятие выраженного рвотного рефлекса И ты вот никак не сделаешь Даже если побрызгаешь Ну, есть такие люди И вот снизу-то не всегда можно достать Хотя лазер настолько удобен Потому что это же световод Там никаких проблем нет Световод куда хочешь достанет То есть проблем-то не бывает Ну вот тоже по популярности Я думаю, что это тоже второе место Наверное, после вот этих вазотомий Здесь очень важно отметить Что всё равно, что при хроническом танзелите При вазомоторном марините Или хроническом насморке, как мы говорим Включение лазера в лечение Это не единственное Нет, нет Это же только часть комплексного лечения Конечно, конечно Я думаю, что это все понимают Потому что мы как раз по насморку начали говорить о том Что эта проблема-то внутренняя проблема организма Кстати, как и в дерматологии кожа Это всегда сигнализирует о том Что есть проблемы внутри организма И никогда не замазываются эти все вещи Точно так же с пазухами носа И, кстати, с миндалинами Я хочу вам сказать Если возвращаясь к моей любимой китайской медицине То вот нёбные миндалины Они завязаны на работу печени и желчного пузыря Вот так вот И, кстати, у меня были пациенты Ну, которых я очень много лет знаю Там по 15 лет Вот мужчины, причём, заметьте А женщина может просто им некогда отслеживать это Вот он выпьет накануне На следующее утро Полное, как бы, горло Тегнойных пробок в миндалине Вот вам взаимосвязь печени Желчного пузыря И нёбных миндалин Вот мы же привыкли думать Что все эти вещи Это от холодного воздуха Простыл, простудился Дышал не так на самом деле А когда вот по танзилиту Почитаешь набор Возможных факторов Которые на это влияют Тут и злоупотребление алкоголем Табакокурение И недостаточное потребление жидкости Низкое качество воды И однообразный по составу Рацион питания Нехватка витаминов Притянуть за уши можно много что Но это ведь еще и иммунная система Все равно во главу угла Это иммунная система И, кстати, когда человек сердится Злится То говорят Как говорит Гиппократ Вот он меня Желчный человек Вот это не просто так пошло Да, это он определял Черная желчь Там желтая Там красная желчь Вот Накапливается И потом раз И мы В миналинах имеем пробки То есть, кстати, после стресса Пожалуйста Конечно, там хроническая инфекция Я не спорю Там хроническая инфекция Кстати, которая не поддается Антибиотикам уже никаким Иначе бы мы их вытащили Вот этот стафилококк Золотистый Несчастный Который тоже вот пытается Да он уже ко всему привык То есть его И самое-то обидное Вот что Антибиотик Это не панацея Вот если уж вы говорите Что комплексное лечение Да, в комплексном лечении Я считаю Это повышение иммунитета То есть иммун Вот вы правильно говорите Здоровый образ жизни Стресс, да Вот наш любимый Что надо что-то с ним делать Вот И иммуномодулирующая терапия Естественно То есть все делать так Чтобы повышался иммунитет Но В тот момент Когда дышать Совершенно невозможно Когда нос так-так заложен И ничто ему не помогает Или когда медали напестрят Вот этими гнониками Лазер может помочь Да Во многих случаях Да Если ты не страдаешь Этой проблемой Ты не можешь понять Этого человека И наоборот У нас доктор Ну имея такой стаж работы Она очень осторожный человек И она никогда ничего не обещает Кстати Что очень правильно И некоторых людей Даже отговаривают Потому что она видит Что ну вот Ну не поможет Вот вчера мы с ней Тоже разговаривали Она так вот Рассказывала про пациента Так вот почему-то Такие люди Еще больше благодарны Потому что ты им не даешь В общем-то Вот Ну говорит Ну нет Ну вот в вашем случае Надо другой метод Нет ну вы сделайте У меня потому что некогда Вот уже я не могу Вот там остальное все делать Сделаешь И вот даже если у него Там на 30 процентов 40 Он тебе будет благодарен Благодарен Это программа Слушайте доктора Гульнара Касимова Главный врач клиники Возрождения у нас в гостях Клиника Возрождения Находится в городе Кирове По адресу Комсомольская улица 63 Храп Гульнара Шахмановна Рохопатия Если у тебя нет Как говорится Храпа дома То ты можешь его встретить Например В поезде Ну и в самолете И знакомая ситуация Правда? Ну да Это знакомая Но на самом деле Не каждый храп Естественно Вызывается Как раз Расслаблением Мягкого неба Ронхопатия Что называется То есть у нас Мягкое небо И с возрастом Оно Ослабевает мышцы То есть оно Такое Вялое становится И вот к сожалению Когда человек Перестает себя контролировать А перестает он Контролировать себя Чаще всего Когда очень сильно устал Был очень сильный стресс Или был алкоголь Вот пьяные мужики Вот это Пришел пьяный Да еще и храпит А когда трезвый Этот мужчина не храпит Это просто Когда очень сильно Организм Вот расслабляется И уже не контролирует Эту ситуацию Сейчас мужчина На нас обидится И скажет Некоторые женщины Тоже храпят А женщины Кстати храпят У женщин Чаще всего Это все-таки Вес повышенный Да Вот только мы Прибавляем вес И начинаем храпеть И кстати Здесь наша операция Не поможет Потому что здесь Не в этом дело С ожирением Вообще Мы никаких Никогда не даем Как бы Таких вот Что Эффективность Что будет какая-то Да нет Тут мы сразу говорим Понижайте вес Перестаньте храпеть Вот А есть еще Проблемы с носом Которые дают храп И это тоже получается Нейронхопатия Эти пациенты Тоже не подходят Именно под эту операцию Но вот Для этого Существует Бесплатная Консультация Лора Где она Выявляет причину А все-таки Это вот Ронхопатия Или это вот Проблемы Перегородка носа Полипы носа Да То есть вот Если у тебя храп В первую очередь Ты идешь к какому врачу К лору Ты идешь к лору И лор уже определяет Все-таки В чем проблема Если это проблема Ронхопатии То пожалуйста Ронхопатия Это расслабление Мышечной ткани Да Мягкого неба Вот этого Он перестает Он получается Вот это апноэ Да Во сне апноэ Человек ложится спать В горизонтальном положении Очень сильно расслабляется И у него Вот это мягкое небо Перекрывает В гортань И вот это ведь Очень серьезная вещь Ведь храп Это не просто Там неприятное ощущение По поводу того Что ты мешаешь Окружающим Если перекрывается гортань Это значит Затрудняется дыхание Вплоть до Несчастных случаев Несчастных случаев К сожалению Да И этот Синдром Синдром Апноэ Во сне Да Он существует Там свое название Имеется ввиду Да Они умирают Во сне Типа центы Но И самое интересное Что да У нас даже В Кирове В КГМА Делают это исследование Когда человек спит И записывают Сколько раз У него было апноэ И вот этим И доказывают Что это Ронхопатия была Вот И до 200-300 раз Во сне То есть Сможет ли человек Выспаться Будет ли он Бодр и весел На следующий день Нет конечно Потому что он Постоянно В апноэ Находился Да То есть Это страшная вещь И конечно А человек сам этого Не понимает Не понимает Так ведь и смерть Приходит во сне Синдром внезапной смерти Ну нет Это другое Синдром внезапной смерти Это другое Но вот это апноэ А апноэ И в нашей медицинской академии Проводит исследование Вот такое исследование Есть Да Вот чтобы увидеть Что это может 200-300 раз За ночь быть Вот Но в общем-то Такая Вот именно Эта проблема Решается Очень Ну вот у нас Уже 90-й год Уже мы это делаем Тоже лазером Да Тоже лазером Что происходит И лазером Кстати И радиоволной В зависимости От того Насколько Вот Тут уже сам доктор Смотрит Лор Врач Где лучше лазером сделать А где лучше Радиоволной Где жёстче Да Радиоволна всегда жёстче даёт А смысл в том Чтобы на самом деле Нанести Здесь мы как раз Делаем рубцовую ткань То есть нам нужно Такие насички Нанести на мягком нюбе Чтобы после Восстановительного периода Причём восстановительный период Как ангина будет Да То есть Ну такое вот Неприятное естественно Болезнь будет корону Болезненное Да Ощущение Вот Но за это время Происходит Рубцевание И вот это Мягкое нюбе Подтягивается И самое главное Да Может она эту функцию Не будет выполнять Но самое интересное Что когда человек Будет спать У него не будет Опноя Потому что Ей невозможно Опуститься Этому мягкому нюбу Потому что оно в рубцах То есть может быть Храп не уйдёт 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 Не Ну там процент есть По процентам смотрят И ещё раз говорю Вот Бывает Сто процентов Только ронхопотез Здесь Вообще Вот как раз Лазер Или радиоволна Но бывает же Плюсом ожирения Плюсом полипы в носу Плюсом там Вазомоторный ренит Искривление Перегородки Да И То есть Человек-то уникален Он может прийти тебе Со всеми четырьмя И тут Как бы вот Надо врачу посмотреть И сказать Ну а может с полипов убрать Да Вначале полипы носа Там вазомоторный Посмотрим как Да То есть Тут уже последовательность Операция идёт И ну с ожирением Тоже что-то надо делать То есть вот к сожалению Ожирение тоже То есть нельзя так вот говорить Что он вот взял И вот так Изолировано пришёл Ну да Молодёжь приходит Изолировано Вот что-то вот Помоложе Да Там ещё да Там ещё можно Локально да Вот купировать проблему Да Чем старше становимся Тем больше конечно Накапливаем различных Различных заболеваний Всегда ли можно с храпом Вот окей там Если пройти последовательно По всем возможным причинам Ну наверное процентов 70 60 70 Можно будет решить Этот проблем Видите Тоже цифры-то не очень большие Даём Ну то есть как бы Но вообще это безопасная процедура Лазерная Вот такая лазерная процедура В любом случае Любое оперативное вмешательство Какие-то риски свои несёт Но опять-таки За что лазер любит За бескровность Бескровность И малоинвазивность Потому что У лазера идёт чётко Он вот формирует Этот Ну допустим Да Здесь на больших мощностях Мы формируем рубец Да Но это асептическое воспаление Всегда То есть это как бы Оно управляемо Противопоказания какие-то Есть по лазеру? Будет У нас часто доктор отказывает Потому что мы измеряем Артериальное давление Если в это время Ну так И биртоник Если у него очень высокое давление Он конечно противопоказанием будет Раз И мы в общем-то С пациентом прощаемся Пока он не стабилизирует давление То есть мы всё равно делаем Но вот он должен пролечиться Вот Это раз Во-вторых Конечно Проблема с кровообращением То есть если он гемофилия И у него Очень страшно брать пациентов Которые принимают Рожжающие препараты Потому что к ним вообще прикасаться сложно Хотя она бескровна Но вот как бы вот И показано только это Тут очень важно сказать Потому что в определённом возрасте Очень многие начинают принимать Как раз Кровоорожжающие препараты Это не тот Аспирин вам ничем не поможет Нет Тем не менее Принимают и забывают об этом говорить Ну потому что это Входит в привычку у человека И забывают об этом говорить Если бы он помогал Так у нас бы Не умирали бы люди от тромбоэмболии В нашем случае очень важно сказать Что кроворожжающие препараты Какие бы они ни были Это противопоказания Это не противопоказания Ты должен доктору это сказать Сказать Нет Здесь Нет, доктор должен знать об этом Потому что опять-таки Лазер это бескровная операция Но тем не менее Мы должны это держать в голове Что у человека Такая есть проблема С гемофилией вообще не возьмём Да То есть Ну тут уже экстренные только показания С гемофилией Так что Ещё один аспект применения лазера В носоглотке В ротоглотке Это удаление образований Да Их очень много бывает И пациенты, к сожалению Не всегда знают Очень печально Папиломы бывают Бывают, естественно Тоже самый вирус Папиломы И у нас такие вишенки там бывают Вот это всё может убирать лор Причём вот на этом лазере Ну элементарно За 5-10 минут То есть это всё убирается Лейкоплакии, которые Поясняйте, что это такое Да Лейкоплакии часто тоже образуются В ротовой полости И часто это приводит Постоянное хроническое раздражение Допустим протезами Да Так-то это стоматологи занимаются этим Но удалить-то лор И иногда лор отправят стоматологу Чтобы выяснить Или там биопсию надо брать Потому что Всё, что находится в ротовой полости Оно подвергается Воздействию холода Пищи, да Острые там Алкоголю, допустим Горячая пища Агрессивная среда Агрессивная, да Может среда быть И мы всё время что-то там делаем И получается, что Это образование может переродиться Потом в нехорошие вещи И там 100% идёт удаление То есть Об этом могут только знать Когда к лору придут на диспансеризацию И если по-честному проходит диспансеризацию Рот открывает всё-таки Вот тогда лор и видит Аха на мягком нёме Там гортани есть Да Вот это всё он видит Кстати, надо ходить на диспансеризацию Обязательно Вы затронули ещё очень хорошую тему У нас на неё, может быть, не останется времени Но тем не менее Вы сказали, что часто лор-врач Взаимодействует со стоматологом? Бывает Лазер в стоматологии Используется сейчас Насколько часто? Вот знаете, честно Я не знаю про своих коллег Стоматологов Потому что, ну, например Короткую уздечку языка Мы делаем в нашей клинике И к нам в основном Не стоматологи отправляют Потому что я как-то слышала Что у нас всё-таки С скальпелем делают Кровавая операция Сшьют Вот На самом деле Короткая уздечка языка Вот это такая плёночка небольшая Ещё один детский страх Да Которая, да Мешает ребёнку говорить Проговаривать какие-то буквы И вообще язычок расщепляется Как у змеи Такой двои Это вот лор-врач делает И элементарно За секунду это можно сделать Поэтому Лазером Да И вот я не знаю, почему В принципе, этот лазер Мог бы стоять и в стоматологии Наверное, ну вот Не знаю Может быть, где-то и стоит Может быть, просто я не знаю По детству Да, но вот даже вот эта история Тоже, да О которой мы говорим Короткая уздечка языка Это тоже очень важная проблема Ой, это так часто Сложная и часто встречающаяся Вот нас знают именно Логопеды нас знают И вот я сразу говорю Логопеды, логопеды Три-четыре года Вот это вот возраст Ну вот видите ещё, что вскрыли Что и не ожидали Короткую уздечку это важно Это надо знать родителям Имейте в виду И тут Всё-таки не стационар Безболезненно И тут, кстати, а вот конкретно По короткой уздечке Какой врач смотрит? Педиатр может посмотреть Не, ну педиатр должен Ужить это Стоматолог Стоматолог Честно говоря, стоматолог видит И стоматологи должны бы были Этим заниматься А направляют-то всё-таки Логопеды 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 Ну вот И тоже лазер здесь применим Вот мы говорим о клинике Возрождение Говорили уже Потому что программа закончилась С главным врачом клиники Гульнарой Касимовой Клиника находится по адресу Комсомольская 63 Несколько программ мы уже провели По-моему, пятая или шестая По счёту И рассказываем о том Как применяются лазеры В современной медицине И продолжим Об этом говорить В следующих наших программах Это была программа Слушайте доктора Вела её Светлана Занько Всем здоровья И хорошего дня До свидания Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь у специалиста